вот такая вот у нас рось и у меня похоже 2 копейки но к сожалению в очень грустном состоянии но все равно находочка значит я на верном пути сошел я с дороги появилась вот такая вот небольшая распашка если так можно назвать и всем любителям отпечатков посвящается это самая наверное приятная картинка для копателя сейчас я ее отмою и посмотрю кто это две копейки 1893 года ну состояние такое удовлетворительное солнышко пониже попроще копать и всем любителям отпечатков посвящается конечно это не в глубоком комочке скажем так такое на поверхности но тем не менее но без отпечатков получилось так кто же это такая зелененькая маленькая сейчас я ее отмою абсолютно лысая монетка когда сухая дорога уже сложно ориентироваться не видно мелких камушков так сказать старых ориентиров но тем не менее удалось выйти на одну линеечку и найти вот такую вот довольно таки древнюю конинку большую толстую и зеленую вот так вот но посмотрим может быть повезет не смог я в поле детектировать продолжение направления дороги вернулся обратно по колее и на сухую конечно очень сложно ориентироваться то есть когда давно не было дождя и вот женское колечко даже он проглядывается какой-то узор жаль что смята но дорога ладно будем надеяться на более интересные находки бывает так копаешь копаешь а нота лежит просто тупо на поверхности любителям отпечатков посвящается монетка сейчас я ее отмою и посмотрю кто это а это оказалось полушка 1735 год ну вот дорожный вариант отшлифованных временем и событиями с 1735 года ждет кто ее выкопает попалась еще одна монетка видно буковка е а вот а вот кто это к сожалению с этой стороны лысенькая не разглядеть ладно потом посмотрим кто это муравьишки и мне попалась деньга но абсолютно лысая просто 1700 я вижу а вот дальше уже все болванка для панно кто-то якобиранов ну как и нет ну been Продолжение следует...